Потому что всё-таки у нас в каждой празднике есть какие-то блюда, есть какие-то продукты, которые мы ассоциируем с этим праздником. Но у нас, во всяком случае, я попытался быстро спросить всех своих знакомых, с 8 марта никогда не ассоциируется какое-то конкретное блюдо. Почему? Салат мимоза. Мимоза, да? Слушайте, ну давайте сделаем быстро такой вопрос, если можно. Первое. Какое блюдо и какой продукт женщины... Только женскую аудиторию спрашиваю. Мужчины не участвуют в процессе. Только женская аудитория... Мужчины... Но они называют сами. Да, они сами называют женщины. Какое блюдо они хотели бы и какой продукт они хотели бы съесть? Я думаю, что мы к концу передачи уже будем иметь какие-то хорошие идеи. Участвуют только дамы, милые дамы. Пожалуйста, отгоните джентльменов от средств коммуникации. И скажите, на 8 марта что вы бы хотели иметь на столе? Я прав? Да. А. Какое блюдо и Б. Какой продукт? Вот блюдо продукт. Мог бы доставить вам максимальное удовольствие в этот день. Вот чисто женский опрос. Да, вот поскольку в студии не одной дамы, одни три джентльмена. Расскажите нам, глупым людям, о том, что могло бы порадовать наших жен. Ну, слушайте, если мы получим сейчас устойчивые ответы и сможем идентифицировать там несколько блюд, то вполне возможно, нам удастся сформировать общероссийскую традицию о том, что нужно женщине на 8 марта. Мы сейчас говорим не о море, не о солнце, не о цветах. Мы говорим о съедобном. И о тактеле секс на пляже тоже не говорим. Сейчас почитаем это и может выяснится, что мы можем что-нибудь новое действительно сформировать. С другой стороны, ты понимаешь, сегодня все равно, как бы то ни было, все равно есть устанявшееся понятие на территории Российской Федерации празднование Нового Года. И устанявшееся Нового Года. И абсолютно есть блюдо, которое связано с Новым Годом. Абсолютно есть блюдо. Примая корреляция. А с 8 марта нет такого. Притом индейка туда не входит. Слушай, а 23 февраля, по-моему, тоже не входит ничего. Ну, нет такого. Традиционно нет. Но хотя Новый Год. Мы уже пропустили, в следующем году будем опрашивать. Да. Новый Год, я тебе могу сказать, что люди все равно, вот если ты спросишь, все равно тебе подавляющее большинство все равно назовет салат оливье, который должен быть тазиками, понимаешь, да-то? Ну, любим мы его. Да, мы даже голосование делали здесь, в прямом эфире. Победил селедку под шубой со страшной силой. Ты видишь, как ни странно, это все равно вот эти вкусы, которые остаются. И мужчины и навязывают женщинам мнение. Надо послушать, что они думают. Да уж. Особенно накануне праздника. А давайте. Морепродукты. И таких ответов много. Суши. Устриц. Много устриц. Крик души. Тульская область. Паштеты с телячьей печенью. Домашние много моркови и сливочного масла. Мороженое. Икра не указана, какая, я думаю, красная. Шампанское, фрукты, шоколад. Фруктовое мороженое. Неожиданно из Тверской области свежий огурец. А Москва и область Наполеон. Овощи под грилем. Тут не понимаю, видимо, на гриле. Шашлык, приготовленный непременно мужем. И сухое вино. Салат, где много зелени. Стейк форели. Дальше перечисляется в следующем салат. И на горячее баранино. Кстати, там баранина присутствует еще несколько раз. Пирожная картошка на десерт. А в качестве деликатесов для нас с мамой, Наталья из Москвы области, чуть роллов, клубнику и вьетнамские немы. Опять мороженое на сей разы с кимо. Ягода черника. Непросто как. Цветы в качестве гастрономии. Да, гастрономические цветы есть, да. Санкт-Петербург. Селедка с луком. Близко к цветам. Рыбного, рыбного очень хочется. Ну вот, салат мимоза, кстати. Конфеты, шампанское, торт. Рыба по-французски, видимо, под майонезом. Салат-коктейль, креветки, авокадо. К шампанскому или шабли. Утиная грудка с апельсином и черносливом. Ананас. Слушайте, какая прелесть. Опять баранина, устриц, много устриц. Валентина хочет кусочек жареной луны. Извините, если не рыба луна, то кто? Евгений Иванович, ну вот на этом время подошло к концу. Спасибо вам. До свидания. Всем приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин